На днях активисты проекта «Народный контроль» снова ударились в металл, и вместе с полицейскими управления МВД по городу Екатеринбургу сразу два нелегальных приемных пунктика на одной улице пресекли. Причем применили новую тактику пресечения. Нащупав, наконец, где у этой ягодины лежало, его вырывали на месте, так что через час после составления протокола, как это зачастую бывало раньше, нелегальная приемка реанимироваться уже не могла. На этот раз вместе с проверяющими с площадки уезжали весы, все виды весов, что давало парализующий эффект. Обе проверенные и в итоге кастрированные приемки располагались в железнодорожном районе, практически в промзоне на улице Автомагистральной, зажатой между сортировкой и Уралмашем. Первым адресом стала приемка, приютившаяся на окраине автостоянки, которая сама по себе не выглядит сильно легальной. На Автомагистральной 20-4, где гостей незваных встретил не хозяин. Хотя при контрольной сдаче железяк, которые притащили с собой добровольцы народного контроля, именно он гостеприимно их принял, взвесил и отсыпал денег по утвержденному тарифу. А что делаете? Я вот на парковке работаю. А чей это пункт вы знаете? Алексей. А как сюда люди приезжают? То есть здесь кто-то стоит, принимает металлолом или как? Он принимает на крючок. А где он сейчас? Отъехал куда-то. Говорили, вот сейчас он собирается делать вот это, там, в той стороне, отдельно. Вы знаете, что это незаконно? Я не знаю, я вообще гене приемчиком не говорю. Нет, но вы говорите, он собирается там делать отдельно, то есть он знает, что это незаконно? Нет, я не знаю. Это его приемка. Я вот когда его нет, помогают. А помогаете, что делать? Ну вот сейчас приехали, вот они мне принесли, отдали, я могу, да, вот это. Деньги за это мне, все. А давно работают уже здесь? Ну, год уже больше. Больше? Да, год уже. И как люди активно идут вообще? Приносят много? Тут цены маленькие, как-то там есть, там есть, они идут там, где дороже. Разумеется, никаких документов этот заменяющий помощник Лехе предоставить не мог, да и сам Леха тоже не смог бы, так как их в природе отродясь и не было. Чистая нахаловка. Приниматели просто на площадке ставят весы, будку и принимают металл, хотя на это нужна и лицензия, и определенное оборудование, и технические средства. Все, конечно, плюют, не проверяют дозиметрами, не проверяют другими техническими средствами, которые необходимо проверять при приеме лома. Здесь вот мы видим холодильники, просто постоянка обычная, весы обычные, весы электронные, и зачастую такие пункты прием металлолома сдают краденые предметы, благоустройство городского, городской инфраструктуры, краденые вещи просто у жителей, которые воруют, тащат сюда, там алкоголики, наркоманы, и эта проблема сегодня в Екатеринбурге очень серьезная. Мы насчитываем более ста незаконных приемок в городе Екатеринбурге, и которые работают в таком формате. Костыли. То есть, как они попадают сюда? Неужели инвалид пришел и сдал костыли, чтобы получить какие-то деньги? Или же где-то их украли и сюда притащили? Потом в больнице не насчитываются своих предметов, и причем еще пара костылей там у него хранятся. Откуда они взяли? Мне, конечно, интересно. Конечно же, налог, который должен был уплачивать, никуда не уплачивается. Это все криминальные схемы криминального бизнеса или околокриминального бизнеса. И те средства технические, сертифицированные, они не используются. Даже те самые весы, которые сегодня сотрудники полиции изъяли, и те они обманывают. То есть, они подкручены таким образом, чтобы показывать меньший вес, чем пронесли на самом деле. Также они рассчитываются не только деньгами. Они часто рассчитываются спиртом, либо алкоголем, либо польденными сигаретами. То есть, такая валюта. И алкоголики, конечно же, это любят, потому что где-нибудь стащил, принес, вот, пожалуйста, поменял. Сразу же на алкоголь, не отходя от кассы. После составления традиционного для таких случаев административного протокола по статье 14.26 КОАПа, что грозит за нарушение правил обращения сломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения, штрафом от 2 до 2,5 тысяч рублей, полицейские 11-го, то есть железнодорожного района Екатеринбурга, использовали тот самый железный довод. Изъяли, так сказать, средства производства, весы всех видов, от безменов до огромных уличных. Следующим пунктом вдоль ДПА автомагистральной стал номер 4Б. Тут все тоже, с той лишь разницей, что распорядитель не объявлял себя посторонним помощником. Расскажите, что у вас сегодня происходит? Чего не будет? Виза. Нет, просто скажите, долго торговали здесь. Да нет. Полагающихся документов понятно не было, зато нашлись другие, более честные, и потенциально интересные. Это вот в черном бухгалтерии стало приемки. Да? Бухгалтерия ваша? Да, я замену. Бухгалтерия. Здесь все отказано, все расписано, что какого, сколько, когда, и вот банки отчетности. То есть сегодня у нас 12-я, пока немножко, да, вот все другие дни. Здесь можно посчитать, насколько, какую сумму они приняли, возможно, на уголовное дело можно собирать. Если будет доказан крупный размер, то есть надо доказать прибыль более миллиона рублей, либо хотя бы более 100 тысяч рублей, тогда уже можно говорить об уголовной ответственности. Но это, то есть таких приемов особо бухгалтерия никто не держит, и доказать это, конечно, очень трудно. То есть в итоге оба, то есть 100% проверенных пунктов приема металлолома оказались на 100% криминальными. И хотя они и были обездвижены изъятием весов, проблема для их хозяев все же вполне решаемая. Только хлопот побольше, да подольше и подороже. Но возродиться птицей Феникс, в общем-то, не невозможно. И это можно было бы тоже решить властям, но для этого требуются серьезные ресурсы. Существует проблема та, что отсутствуют специальные площадки для хранения изъятого оборудования, тем более металла, потому что по-хорошему сотрудники полиции должны приезжать. Специальная техника описывает все это, изымать и почту его взять эту приемку. Сегодня мы начали новую тенденцию, что изымают весы. Это то оборудование, без которого приемка работать не может. Это дорогостоящие оборудование, оно изъято. Я уверен, что оно будет обращено в пользу государства, как предмет для совершения административного правонарушения. Ну и, конечно, мы со своей стороны планируем проведение большого рабочего совещания круглого стола. Центрикторизатор будет. На котором представители власти, полиции, прокуратуры, бизнеса будут обсуждать создание данных территорий, как бизнес будет помогать правоохранителям бороться с нелегальным бизнесом. Я думаю, что найдется решение, когда такие приемки будут вывозиться за полчаса. Будет приезжать специальный самосвал участковый, все описано, вывезено и помещено на специальную лицензированную площадку для хранения. В дальнейшем это все будет уничтожено и обращено в пользу государству.